Всем привет, я Даша. Я тут внезапно вспомнила, что здесь же святого Валентина, надо же что-то такое на романтическую тему. Я решила снять для вас подборку книг на очень такую разную любовь, не только вот романтическую, да, она бывает и другой. Книг в подборке 8 штук, потому что если положить, так сказать, восьмерку на бок, получится знак бесконечности, любовь. И начну я с Жень Эр, книга о самой солёной любви. Чтобы вы понимали, сладкая любовь для меня это когда она унюхала его аромат, его потом уж скорого, увидела его утренированное тело, он утонул в её глубоких зелёных глазах. Вот это для меня сладкая любовь. А здесь она солёная, она такая глубокая, пронизывающая. Поступки людей аргументируются недолго их чувствами, но и разумом, принципами, благородством, если хотите. Здесь, ну это классика русской литературы, мне кажется, все знают о чем эта история, но тем не менее, это история о девочке, которая росла в не самых худших условиях. Она выросла, не сказать, что в прекрасного лебедя, но она очаровательна и своей душой, и своими поступками. И вот она поступает на службу в особняк, где под её попечительство попадает маленькая девочка. И главной героиней этого романа не может влюбиться в её опекуна. Вот действительно солёная любовь, иначе ей не скажешь. Далее, книга о самой вечной любви. И ничего более вечного, чем «Уснуть и только» Диана Лампит я придумать не смогла, потому что здесь три разные повести. Но фишка в том, что в всех трёх разных повестях, события, которые разворачиваются в трёх разных эпохах Англии, чего-то я привязалась к Англии, как будто не было. Это о реинкранации, то есть двое влюблённых, он и она, она и он, в разных жизнях встречает друг друга и влюбляется. Иногда не сразу, иногда у них есть другой опыт взаимоотношений. Но, тем не менее, рано или поздно, силком или по своей воле, но любовь случается. И ничего более вечного, чем это, я подумать не могла. Это, опять же, одна из моих любимок. Любовь к справедливости. А такой любви нам рассказывает Крапинь, своей мальчик со шпагой. Мальчик такой, более-менее подоскового возраста, отправляется в лагерь, где сталкивается с несправедливостью, лопиющей. С несправедливостями он сталкивался и ранее, но там прям вот его душа переворачивается. И ещё переворачивается она от того, что он встречается не только с несправедливостью, но и с очень такой могучей, чуть ли не сказочной защитой. Позже выясняется, что это было не совсем чудо, но, тем не менее, это меняет всю его жизнь. И отныне он в стране справедливости. Ну, это, конечно, не Зоро, он не носит маску, не рисует таинственные знаки на заборах. Но, как только он чуть что где-то питает, спешит на помощь. Любовь к окружающим нам рассказывает Фрэнсис Бёрнетт в своей книге «Лорд Фаундлер». Да, здесь на обложке написано «Маленькая принцесса», и они тоже, можно то же самое сказать. Здесь ещё и повесть с «Лорд Фаундлерой». Вот уж действительно любовь к окружающим ко всем. Главный герой здесь мальчонка для своего возраста не по годам. Он разумен, понимающий, добр, заботлив, очень сочувствующий. И все эти качества он показывает уже самых малых лет. И живёт он со своей мамой, которую просто обожает. У нас опять Англия, кстати, здесь. И они живут, ну, не то чтобы они совсем бедные, но и богатыми их не назвать. Вдруг они узнают, что оказывается, вот этот маленький мальчик, он потолкомок очень знатного английского и древнего рода. И оказывается, его отец был в, ну, что-то вроде изгнания. А тут дед узнал о существовании внука. Ну, не то чтобы узнал. Ну, ладно, не будем закапнуться к величам. Ну, в общем, он призывает к себе. И так оказал этот дедушка. Он полный противоположенщик Мальчугана. Он вредный, злой, недоброжелательный, ворчливый. Его никто не любит, и все хотят, чтобы он поскорее умер. Чего он вернется к этой встрече, ну, вы узнаете прочитав. Вот уж действительно о любви к окружающим. Далее книга о любви к свободе. Автор Лесли Бирк называется «Помни меня». Англия, да чего же я к ней привязалась-то? В общем, юная девушка из небольшого городка, даже деревушки, отправляется в большой, кипущей жизнью Лондон с тем, чтобы найти себя, как-то свою жизнь сделать более успешной. Попадает в очень такую нехорошую компанию, ну, а следом и в тюрьму. И как раз в Австралии начинают основывать колонию из заключенных. Ну, как бы в Америку уже нельзя отправить по определенным обстоятельствам и причинам, а вот в Австралию, да. И она вынуждена туда отправиться. Тут вам и описание того, что она испытывает на своей шкуре во время путешествий, и там, и то, как сама вот эта колония самая первая строилась. Безумно интересно, ну, интереснее всего смотреть на то, как она пытается всего этого выбраться. Вот уж действительно любовь к свободе. История абсолютно биографичная, я проверяла все факты. Автор была очень дотушна и внимательна в детали, рекомендуем. Ну, и, конечно, так как я очень люблю готовить, в этой подборке не обошлось без книги о любви к еде. Авторы Пётр Вой и Александр... Я непонятно написала фамилию, вроде Генис, извините меня. Называется «Русская кухня в изгнании». Ну, не совсем в изгнании. Авторы по доброй воле уехали из России в США. И там, видимо, мы за рюмочкой решили вспомнить свои любимые блюда, свои любимые рецепты, вообще поговорить о еде. И потом... Ну, я сейчас свои впечатления рассказываю. Решили всё это записать. И получилось совершенно шикарно и бесподобно. Если вы на диете не читаете, вы не сможете удержаться. Киньтесь в холодильник, начнёте все готовить. Даже если вы ненавидите готовить. Имейте в виду этот маленький нюанс. Ну, и так как я люблю читать, то я долго думала, какую книгу выбрать, чтобы рассказывала о любви именно к чтению. Я, к сожалению, так не смогла прийти код. Есть много книг, которые я могла бы назвать. Но там не то, чтобы любовь, а сильные чувства просто. А вот именно с большой буквы «Л». Но я нашла совершенно буйно помешанную книгу о любви к писателю. Стивен Кинг, «Мизери». Наверняка вы его уже наслышаны. Если вы смотрите книжные каналы на ютюбе. В общем, коротко. Автор крайне успешного цикла книжного попадает в аварию. И находит его не к той руйной, но и как его самая большая фанатка. И она не просто находит его и выхаживает у себя в доме. У нее есть богатый опыт медсестры. Она еще и несколько помешана. А он как раз накануне немножечко убил главную героиню своего цикла, который обожает его фанатка. И когда она об этом узнает, он уже находится в ее доме. Он в ее власти. А что было дальше, я вам, пожалуй, и не расскажу. Наверное, из всей сегодняшней подборки я вам эту книгу еще вообще никогда не показывала. И она как раз заодно завершает это сегодняшнее видео. Шкатулка. Дедушки Лисея. Лев Штудин. Вот такое вот древнее издание. По-моему, еще 90-х годов. Я сейчас проверю. Новосибирское. Книжное издание. 1992 года. Эта книга рассказывает о любви к музыке. Вот действительно, я никогда не читала книги, в которой автор так бы, по нему было бы видно, как он обожает музыку классическую. И история здесь такова. Значит, старшая сестра и ее младший брат узнают о том, что им завещан дом. Но дом непропростой. Его построил их дедушка, ныне покойный, к сожалению, который очень-очень любил музыку, музыкальные инструменты и вообще все, что с этой темой связано. И он сделал свой дом таким, что куда бы ты ни ступил, раздается определенная музыкальная нота. И даже ходят слухи, что в этом доме обитают призраки великих композиторов классической музыки. И вот правда это или нет, и вообще будет ли раздражать новых обитателей этого дома то, что дом такой вот звучащий, вы узнаете, если прочитаете это произведение. Вот такая была сегодня подборка. Я буду рада услышать, что вам понравилось. Дайте мне об этом знать, поставив лайк этому видео. Обязательно ответьте на мой вопрос, который я задавала в своем предыдущем видео. Ссылку я вам на него оставлю. А на сегодня все. Пока-пока и до скорых книг.